Пожалуйста, рубину носу. Острый нос. Острый нюх, ладно. Кто из вас спортсмен, извините? Острый нюх. Кирилл, потому что он получает призовой балл, да, за рубину носу. Мы климим нейросеть, словосочетание за рубину носу, и вот что нам выдали в качестве картинки, эти технологии. Пожалуйста, следующее, как это, а это известная поговорка. Пожалуйста, внимание на экран, ироничная, ироничная, смешная поговорка. А подсказка будет сразу? Посыл плохого рука куда? Хорошо, есть подсказка, она не связана с космосом. Что-то кого-то куда-то отправить надо, да? Так, я бы сказал, что кто-то отправился, а кто-то не отправился. Сейчас я, чтобы очень захотеть... Помощь зала, пожалуйста. Что? Пошлю его на небо со звездами. Нет, нет, не у вас самый тихий голос, поздравляю. Не у вас. Так, еще, пожалуйста, версии. С тобой влюблено. За тобой влюблено. Нет, я правильно. Пожалуйста, еще версии. А, ну, ну, смотри. А я сюда не угадывать пришла. Я сюда пришла, немножко вести мероприятие, а вы меня затащили на сцену, и давай меня... А вы меня затащили, неизвестно что, в пилот ваш. Хорошо. Люди, которые были в этой космической посудине, вот так назовем, они человека, который машет рукой. Дождались ли вы, дождались ли вы? Кто они? Вот этого человека, дождались ли вы, нет? Да, он что-то очень долго делал. Не успел в космический корабль. А, он не успел. И они смотрели в иллюминатор и кричали ему эту известную поговорку. Все мир одного не ждут. Все мир одного не ждут. Все мир одного не ждут. Абсолютно верно. Кому отдаем этот призовой балл, решайте вы. Аня, Ань, поздравляю. Давайте еще одного человека возьмем к нам. Он хорошо отгадывает. Да у нас целый зал помощника. Я согласна. А это другая, это уже другая помощница. Окей, мы идем дальше, пожалуйста, следующая картинка. Ну вот, ну вот, ну это легко. Вулканоги. Как будто бы мы не слышали, что что ты говоришь. Вулканоги, курт. Абсолютно верно. Ань, как ты сумела. Ань, пыталась. Как это загадалась. Браво, Анна Хиркевич получает призовой балл. И еще одна картинка, пожалуйста. Внимание на экран. Да, это было мое любимое выражение моего тренера, как тренера, когда он заставлял вас приседать. Он говорил, вулканоги, курт, иди приседай. Да, крепкие ножки. Что ж тут. Итак, пожалуйста, внимание на экран. Что же это за словосочетание, известное выражение? Ну давайте поразмышляем. Это осьминук, который сидел на блюде. Да? Ты пронесательная, Аня. Я очень хорошо считываю информацию. Он очень доволен. Что? Он очень доволен. Это не важно. Я бы сказал, что этот представитель живой природы, он между двух огней. С ним никак не могут определиться, что же это такое. Не рыба, не мясо. Абсолютно верно. Да, это не рыба, не мясо. Ну это рыба, не мясо же, правильно? Я пробовал. Итак, еще одна картинка, пожалуйста, внимание на экран. Что-нибудь дняга. Согласен, это именно так. Это ушки на макушке. Ушки на макушке. Я скажу так, картинка с этим животным уже была у нас сегодня. И это животное, когда идет по лесу, оно не разбирает, куда оно водружается. Медведи у медвежьи уши, как медведь с на ухо наступил. Ой, молодец. Вот правильно. Мы вели медведь на ухо наступил. И вот что получилось. На этом наш первый раунд заканчивается. А, ты молодец. В конце взяла и вырвалась вперед. Это был, друзья, наш первый раунд. Аплодисменты нашим участникам. Хорошо. Большое спасибо нейросетям за то, что сгенерировали нам все эти интересные картинки. А мы прямо сейчас отправляемся во второй раунд. И там-то я расскажу, у кого из вас поскольку баллов. Итак, раунд номер два. Пожалуйста. А, боже, у нас же рог кружок, правильно? Это рог кружок. Простите. Таблетки еще не действуют. Итак, после первого раунда у Анны Хелькевич шесть очков. У Кирилла пять очков. И в первом раунде победила Анна Хелькевич. Поздравляем. А, это молодец. Ты просто молодчина. Кирилл, ну надо поднажать. Поднажать. Я понимаю, что ты это слышишь. Ты это слышишь каждый день по-моему. Раз, но сэрспит, давай попробуем. Итак, следующий раунд. Наступает время проверить, как хорошо наши участники знают друг друга. Этот раунд смело можно назвать литературным. Ведь сейчас на экране будет появляться текст с фактами про вас. И задача определить, какой факт правдивый, а какой придумала Нейроссия. Окей, да, большое спасибо. Да, и, пожалуйста, еще роллы. Итак, я всегда с этим человеком. Это мой младший сын. Итак, в этом раунде вам нужно угадать, написана эта информация правдива или ее придумала для вас Нейроссия по нашему заданию. Начинаем мы прямо сейчас. Кирилл, с тебя. Вопрос такой. Анна назвала вторую дочь Маши в честь своей героини из универа. Правда это или это придумала Нейроссия? Нейроссия. Давайте все вместе посмеемся. Ну что, что-то неправильно. На самом деле, это правдивая информация. Можно я объясню? Не надо. Нет, не только нет. Это как бы просто совпало. Но да. Совпало. Это была одна из причин назвать свою дочерь Марией. Хорошо. Ну просто на кону бал. На кону один бал. Это правда. Это правда. В таком случае, Анна, про для тебя. У Кирилла есть музыкальный плейлист для силовых тренировок. И в этом плейлисте есть три песни Ольги Бузовой. Это правда или это придумала Нейроссия? Посмотрим. Кирилл делает палмфейс, да? Напоминаю, у Кирилла в ухе нет запевшейся крови. Но мне кажется, мне кажется, что это неправда. Это все придумала Нейроссия. Ну, да. И это правда, что это неправда. Ты молодец. Ты молодец. Ты получишь. Это неправда. Это неправда. Это придумала Нейроссия. И нам дальше Анна разработала уникальную коллекцию модной одежды для домашних питомцев, включая элегантное платье для кошек и смокинги для собак. Вспоминаем картинку Кукуха поехала. Думаем, так это или не так. А почему Кукуха поехала-то? Не или нет, просто. Это же другой тур. Ага, да. Хорошо. Кирилл, версии? Мне больше картинка с сафари вспоминается. И не. Это правда или это придумала Нейроссия? Элегантное платье для собак. Да. Но если это даже неправда, оно должно быть правдой. Должно быть правдой. Да, это правда. Пусть это будет правдой. Итак, проверяем, это неправда, что это правда. Это придумала Нейроссия. Бизнес-идея, ребята, бизнес-идея прямо сейчас. Аня, вопрос для тебя. Кирилл продавал специальные наклейки, которые можно было нанести на футболке с помощью кутюга. Вот такой интересный факт из биографии. Извините. Ну, я сначала хотела сказать, что это правда, а потом смотрел на Кирилла, и он сделал так. И я думаю, что это значит неправда, что это придумала Нейроссия. Возможно, в зубе застряла курочка. Возможно. Ну, давайте я... Или спортивное питание. А, ребята, как вы думаете, правда или нет? Нет. Нет, вот мне тоже кажется, что нет. Что это не курочка. Разделились. Итак, ты считаешь, что это придумала Нейроссия? Я считаю, что я придумала Нейроссия. А на самом деле это правда. Отлично отыграл. Есть! Вот так-то отыграл. Давай мы смеемся, давай мы смеемся. Можно? Мы смеемся над тобой. Идем дальше. Ладно, ну и так сильно, уважаем, уважаем. Итак, Анна Хиркевич сыграла главную роль в экспериментальном кинофильме, снятом полностью в виртуальной реальности. А, 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 ну-ка. Нейроссия или правду мы написали? Это, ну... Неправда. Да что ты несешь? Посмотрим на правильный ответ. А, ты прав. Поставляю, да. Это пока что. Пока что. Это неправда. Ждем дальше интересных новостей. Идем дальше. У Кирилла есть кулинарное шоу на Рудьюбе для спортсменов. Итак, у Кирилла есть кулинарное шоу на Рудьюбе для спортсменов. Это правда или это придумала нейросеть? Ну, я знаю, что Кирилл очень деятельный. Я его очень много вижу на Рудьюбе. Да. Я знаю, что он очень много появляется на Рудьюбе. Да. Но по поводу кулинарного шоу, I'm not sure. Я не знаю. Но ведь видно, любит пожрать. Да. Но давай, знаешь как, давай скажем, что это правда. Да, ты молодец. Да, пусть будет так. Покушать. Видно, что Кирилл любит покушать. Да, даешь направление в жизни. Полезно. Подсказываешь, если что. Но скажу тебе так. Ты добрый человек. Это неправда. Это неправда. Но твой балл никто пока что не получает. Мы идем дальше. Когда Анна ест суп, то выпивает только бульон. А все остальное остается в тарелке. Вот такие интересные факты. Да, правда? А ты тоже так делаешь, что ли? Да? Да? Это правда. Это правда. Вика, это правда что? Это правда. Почему так, Аня? Ну, это вкусненько. А потом так не вкусненько. Жиденько. Вкусненько. Нем-нем-нем-нем-нем. А я чисто как спортсмен посмотрел. Стройная фигурка. Я на бульоне просто. Да, я на бульончике. Так. Но я, между прочим, тоже на бульончике. Но это последствия январских праздников. Кирилл, а у тебя есть шоу на Рутюбе? Да. Ну, не, оно не кулинарное. К сожалению, пока что нет. Но идея, идея есть, идея блестящая. Хорошо, пойдем дальше. Кирилл занимался сбором металлолома. И его, этот сбор металлолома, он специально сдавал, чтобы заработать на покупку нового оборудования для спортзала. Правда это? Так, давайте считать. Значит, там был факт неправда, да, кулинарное шоу. До этого тоже был неправда или правда. Вот и посчитали. Я ничего не помню. Вот и посчитали. Ну, давай пусть будет правда. Я буду уверить. Пусть будет правда. Там, где-нибудь попаду. Мне не жалко. Здесь же приза-то никакого нет. Нет. Это же пилот. Я не хочу союноваться с таким большим мужчиной. С таким крепышом. Ну, хорошо. Это неправда? Да. А, правда. Правда, я сказала. Молодец. Правда. Правда, правда. А зачем ты сдавал металлог, если этим металлогом можно было просто качаться? Да его уже надо было переплавлять. Не, на самом деле, мы занимались в старом здании школы, которая 1894 года в постройке. То есть, летом было плюс 40, когда на улице было плюс 20, а зимой было минус 200, когда было минус 5. Удобно. Да, и мы тренировались в перчатках, свитерах, и все железо, которое было с оборудованием в зале было самодельное. Поэтому сейчас мы ездим с благотворительностью и помогаем детишкам, ставим оборудование новое правильное, хорошее в зал. У кого-то можем умыкнуть кастрюлю, переварить и отдать. Это важно. Это важно. Еще следующий факт, пожалуйста. Анна Киркевич закончила факультет психологии и может давать консультации сама себе. Это правда или это придумала нейросеть? Если это правда, то я запишусь. Это правда. Это правда. Ну что ж, поздравляю. Молодчина. Мимо. Мимо. Итак, последний вопрос. Кирилл является рекламным лицом популярной марки пельменей. Посмотри на этого второго века. Аня. Посмотрим все на Кирилла. А ну-ка что и как? Ну-ка. А почему я тогда еще не получила в подарок эти пельмени? Тоже вопрос. Потому что Кирилл очень прижимистый человек. Да что там говорить? Просто жадность. Но за жадность я скажу. Это неправда. Кирилл не жадный человек. Не жадный человек. Поэтому это неправда. Неправда что? Я запутался. Это нейросеть придумала. Это придумала нейросеть. И Аня, ты абсолютно... Неправда. Что? Правильно. Все правильно. Почему? 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 Это неправдивая информация придумала нейросеть. И с ним ответом ты получаешь призовой балл. Поздравляем. Молодец. Молодец. Друзья, впереди у нас еще 24 раунда. Но так как у нас очень плотная программа, на этом втором раунде я хочу сказать большое спасибо нашим участникам. Аня Хелькевич. Аня Хелькевич, пожалуйста, аплодисменты. Кирилл Савыча, пожалуйста, аплодисменты. И прямо сейчас я подведу итоги и расскажу, сколько же баллов получают наши участники, а кто бесславно уходит и плачет в кустах. Аня Хелькевич получает 3 очка. Молодец. Но Кирилл получает 2. Да, молодец. Я просто решил как-то посластить эту пилюлю. И по итогам нашего состязания, Ань, ну ты молодец. Ты вырвала победу из этих нежных, мужских, здоровенных, но таких трепетных рук. Ну мне кажется, что в предыдущем раунде можно было Кириллу отдать победу, поэтому, может, 1-1? Вопрос к нашей аудитории. Не, ну, честная победа, Ванна, ну как бы, тут бесспорно. Давайте так, сегодня у нас победила дружба. И дружба человека, и искусственного интеллекта. И когда машины захватят человечество, пусть они помнят об этой интересной страничке в нашей жизни, что мы все-таки с ними друзья. Вот так-то. Послушай меня, пожалуйста, дорогой искусственный интеллект, это все для тебя. Дорогие друзья, по завершении шоу ведущий принял заслуженные аплодисменты зрителей. Он положил микрофон рядом на подлокотник. И постепенно покидает сцену, оставив публику в состоянии неимоверного вдохновения и созидательного задора. И направляется постепенно в сторону ближайшей станции метро. Это было шоу и игры, и ждите это шоу на рутю. Большое спасибо нашим гостям. И, разумеется, огромное спасибо всей нашей огромной аудитории. Огромное спасибо, ребята. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Собол. А теперь мы сделаем следующее. Конечно, немножко пританцуем, да. А теперь я пройду мимо всех вас, запишу ваши телефоны, и мы все организуем большой чат в WhatsApp. Всем большое спасибо. Чао, пока. До свидания. Спасибо. А мы с вами еще увидимся. А вы еще играете? А вы еще играете? Ребята, вам уже скучаем. Уже скучаем. Чао, пока. Кирилл, вы стали с собой чуточку ближе с ногу. А я и так робот, у меня железка в коленке. Друзья, давайте еще разок поаплодируем, пожалуйста, ребятам. Огромное спасибо вам.